Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас гостя Калина Кудряшова, директор фестиваля «Автор и зритель». Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем, наверное, с общего вопроса. Что за фестиваль такой «Автор и зрители»? «Автор и зрители» – это всероссийский фестиваль. Мы собираем авторские работы молодых талантливых режиссеров, сценаристов. У нас несколько номинаций для этого. Есть мультипликация, есть игровое кино, есть документальные фильмы и авторские телевизионные программы и короткое видео. То есть это такой авторский взгляд на современное творчество. Это работа, которая не отформатирована еще индустрией, это свежий взгляд, местами такой по-хорошему наглый, по-хорошему инновационный, местами наоборот классический. То есть все авторы разные и работы такие же разные, но самое главное, что они вызывают эмоции, потому что они сделаны обычными людьми для обычных людей. Здесь нет продюсера, который стоит сверху, диктует свои жесткие правила и требования. Нет, это то, о чем люди просто не могут не говорить. Это порыв души, на который люди тратят свое личное время, очень часто деньги, потому что нужны реквизиты, актеров собрать, какие-то локации, может быть, арендовать, и свет, и постпродакшен. В общем, много-много-много всего, и все это делается от чистого сердца и для людей, для того, чтобы эту историю увидели, для того, чтобы она просто родилась и пошла в этот мир. Ну, то есть, получается, как? Это работы просто простых людей, которые хотят выразить себя в творчестве, или также принимаются работы профессионалов, которые уже много лет в той или иной профессии? Это очень тонкая грань. Вот я бы не делила на профессионалов и любителей. Почему? Объясню. Есть работы детские, детско-юношеских студий, да, ну, как мы привыкли, там, кружок мультипликации, кружок, там, кино, киностудия какая-то. Можно ли сказать, что они профессионалы? Вроде как они занимаются в тематическом кружке, и они профессионалы. С другой стороны, они еще не в индустрии. Есть работы, наоборот, людей, которые глубоко в индустрии. То есть, местные телеканалы, ваши коллеги, да, присылают, там, какие-то работы транслировались на ОТРе, какие-то были на местных телеканалах. Это люди, которые тоже присылают свои продукты. Часть из них была в эфире, часть из них – это авторские продукты. Например, вот, рязанский оператор, наверное, знает Александр Бредихин, у него есть брат-близнец, они путешественники. Путешествуют по миру, путешествуют по России, они сделали свой проект, который транслируют на Ютубе, все путем рассказывают о своих поездках. Кто-то привозит магнитики из путешествий, они привозят классные видео, которые интересно потом пересматривать. Куда их отнести, к профессионалам или к любителям? С одной стороны, они оператор-монтажер, но они же не журналисты. То есть, они пробуют себя в новой стихии, в новой постаси, и это классно, потому что рождается такой нестандартный, непривычный формат, но тоже интересный. Есть работа мультитудии «Паровоз». Название вряд ли о чем-то говорит, но проекты у всех на слуху. Это мимимишки, это сказочный патруль. То есть, все, у кого есть дети, хорошо знают эти истории. И вот режиссер, один из режиссеров этих мультиков прислал тоже нам свои работы, и это классно. Есть работа, которая участвовала в кинотавре, была номинирована. Поэтому работы очень разные, но все это порыв души. То есть, она именно, вы знаете, как рождается по вдохновению. Иногда благодаря чему-то, иногда вопреки чему-то, да, каким-то рамкам, которые есть на телевидении, есть в принципе в жизни, потому что актеры болеют, отказываются, приходят на съемки, все это переносятся, там, не знаю, декорации падают на голову. Бывает абсолютно все. Вот ребята присылают, там делают комментарии к своим работам. Иногда самая классная работа, которую смотришь, они там родились, не знаю, за три недели на коленке, и потом еще год просто доделывались, были досъемы бесконечные, перемонтажи. Есть работа очень сильная, интересная, мультипликация сестер Плектовых «Слушай, папа», она вообще по рассказу сделана. Когда они отправили на первый фестиваль крупный, они увидели в списке, что там три работы, пять, пять работ с таким же названием. Поэтому они сели, полностью перемонтировали историю и изменили название. Сейчас она называется «Слушай, папа», и такая приобрела более жесткий характер уже с такой, с претензией. Ну, это, конечно, надо смотреть, поэтому приходите, приходите смотреть, это очень интересно. Но вот такая именно, как некоторые называют, подковерная возня, но для меня это интересные фактики, которые раскрывают работу вообще с необычной стороны. Это та изнанка, которую обычный человек, но он о ней даже не подозревает. То есть если он вот не касается как-то медиатворчества, он даже не задумывается о том, с чем действительно приходится сталкиваться с авторами и какие потом работы получаются. Поэтому мы сначала оцениваем вот общее впечатление, а потом уже вот рассказываем еще такие нюансики и становится, ну, совсем по-другому работа воспринимается. Это интересно. Ну, то есть получается как? Любой желающий может прислать свою работу, потом эту работу оценивают и выбирают финалистов. Здесь вот тоже интересный вопрос, как оценить творчество, как оценить порыв души, и как сказать, что вот этот порыв души гораздо лучше вот этого, что вот эта работа сильнее, чем другая, в которую, может быть, вложено больше денег, но меньше таланта. Как все это вывести, как вывести победителей? Очень хороший вопрос, потому что это головная боль 90% фестивалей. Я сама покаталась и по фестивалям, и общалась со многими организаторами, видела работу, которую у них выигрывают, и, если честно, мне они не нравятся. То есть в 90% случаев выигрывают технически сильные работы, которые, ну, это в ГИК, это КИК, да, которые приспонсированы, там 300 тысяч на одну короткометражку выпускную, скидываются обычно там режиссер, оператор, звукорежиссер, какая-то выпускная работа, то есть там под миллион, вот, картинка классная, идея никакая, смотреть невозможно. Ну, на мой субъективный взгляд, да, то есть это такой определенный жанр, это не, ну, как бы, не зрительский формат, то есть он такой экспериментаторский, он, ну, он такой фестивальный, то, что мы привыкли называть фестивально, артхаусное кино, да. И на нашем фестивале, естественно, стал такой же вопрос, а как оценивать, потому что около 600 работ нам прислали, 400 прошло в финал, 400 приняты в конкурсную программу, 120 финалистами стали, мы покажем где-то 44 работы, то есть где-то треть от всего того, что очень хотелось бы, попытаемся запихнуть в два дня фестиваля, вот. Мы оцениваем с позиции зрителя. То есть для нас критерий очень простой, и судьи тоже судят по простому шаблону, это насколько комфортно смотреть, то есть техническая сторона вопроса, чтобы, ну, чтобы был определенный уровень, да, все-таки это не на телефон вот так снято, это технически сильные, хорошие, качественные работы, которые не стыдно показывать. Это творческая сторона, да, режиссура, драматургия, актерская игра, то есть насколько тебе, верю-не верю, да, вот скорее здесь по системе Станиславского просто, вот нравится-не нравится. И есть еще два критерия, которых не бывает ни на каких фестивалях, которые мы ввели, это хочется ли тебе показывать эту работу, кому-то еще советовать ее, рекомендовать. То есть это вот как раз вот чисто зрительская история. Вот зацепила, не зацепила. Потому что если я посмотрела, хочу показать тебе, значит, это классная работа, ее нужно показывать. А если я посмотрела, она технически сильная, но она прошла на мимо, она меня не зацепила, то зачем? Зачем тратить время из жизни другого человека? Вот мы идем по этому пути. И еще один критерий – это концепция. Бывает, что концепция крутая, но недотянутая. А бывает, что работа крутая, но сама концепция, вот она не то, что это неинтересно. Что мы подразумеваем под концепцией? Общая идея, да, вот задумка. То есть, вы знаете, в кино это принято называть словом логлайн, да, когда в одно предложение ты можешь уместить всю историю. Например, полицейский спасает здание, где террористы захватили его жену. Вот, да. Крепкий орешек, да. Да, вот. Вот по такому принципу мы идем. То есть, вот сама стержневая идея, которая проходит через весь сюжет, через весь фильм, вот она цепляет или не цепляет. Причем это не обязательно, знаете, какая-то сверхъестественная идея. У нас самые сильные работы фестиваля в этом году по Великой Отечественной войне. Понятно, что здесь сама тема, она выигрышная, конечно, потому что она эмоциональная, но они сделаны очень качественно. То есть, по остальным критериям они тоже набирают очень высокие баллы. А, главный вопрос про участников. То есть, вы упомянули, что есть работа из Беларуси, есть работа из Перми. То есть, это конкурс такой, не то что всероссийский, а, наверное, такой все... У нас четыре страны. Это Беларусь, Украина, это Россия, естественно, и Италия. Вот, четыре страны, 41 региона нашей страны мы смогли охватить. То есть, мы не просто так называемся всероссийским, мы действительно вот сеть свою распустили. Да, и набрали сильные, классные работы. Надеюсь, что кто-то сможет приехать. Для остальных будет онлайн-трансляция в библиотеке. Участники очень просили, им безумно интересно посмотреть реакцию на свои работы, потому что это главная проблема. Сейчас мы же выкладываем там в YouTube, в социальные сети, мы видим только лайки, репосты, но максимум кто-то комментарий оставит. Обычно оставляют негативный комментарий, потому что негативом легче делиться, чем позитивом. И люди не видят реакцию на свою работу, потому что драматургически ты задумываешь, что вот здесь надо посмеяться, вот здесь задуматься, где-то заплакать. И вот этих точек, которые автор закладывает, к сожалению, он не видит в реакции. Я знаю, что многие делают специальные показы, премьерные, как раз для того, чтобы посмотреть, как зритель воспринимать, потому что ты, находясь в работе, ну, по-другому. Ты вот уже видел эту сцену, там, хорошо, если 10 тысяч раз, а то, скорее всего, и больше. То есть она настолько уже для тебя родная, ты там каждую секунду, миллисекунду знаешь. А как это воспринимает посторонний человек, это всегда интересно и всегда важно для авторов. И на самом деле я вот буду просить, чтобы оставляли как можно больше отзывов, потому что даже одна строчка маленькая, она может мотивировать автора на долгие годы творчества. Это очень классно, когда есть обратная связь. И для них, почему, собственно, присылают такие сильные работы, да, авторы со всей страны, потому что для них это мотивация, в первую очередь, не бросать, продолжать, увидеть, что ты действительно важен, ты ценен, и что есть куда развиваться в сравнении с остальными, да, то есть понять свой уровень относительно других. Но в первую очередь увидеть реакцию зрителя, что ты не зря это делаешь, не зря там 2-3 года, а иногда и 7 лет, если такие работы, которые делали авторы, ты потратил не зря из своей жизни. Финалисты отобраны. Где, когда, как их можно будет увидеть? И бесплатно ли это можно будет сделать? Конечно. Да, как это будет работать? Конечно, вход свободный, нас ждем абсолютно всех, будем очень рады каждому. Это будет 29-30 апреля в библиотеке имени Горького. Два дня бесконечных показов, 44 работы, абсолютно разного тайминга, от 1 минуты до 40 минут, то есть такой у нас полный разблюдаш. Группируем мы не по номинациям, можно выдохнуть, не придется смотреть 2 часа только мультики или только кино. Мы группируем по эмоциям, которые человек может получить. Вот первый день у нас такой познавательный. Мы начнем с проекта «Продленка». К нам приедут из Павловского посада школьники, которые уже 5 лет катаются по России, по музеям, и делают оттуда интересные вот такие внутриковые фишечки, вытаскивают, рассказывают для своих сверстников, ну, естественно, для тех, кто постарше, тоже. Не сильно постарше, но постарше. С ними, собственно, можно будет пообщаться, можно будет задать вопросы. Потом будет познавательный показ в основном мультики, очень сильные мультики, очень интересные. Есть дедушка российского флота, с чего начинался. И потом будет презентация как раз проекта «Все путем» Александра Сергея Бредихиных, наших рязанских авторов. Вот тоже можно будет с ними пообщаться. И завершим мы первый день показом о любви. Закончим на такой романтической, приятной, легкой ноте. Следующий день у нас начнется с показа о Великой Отечественной войне. Мы покажем три фильма. Один из них – это как раз про оборону, которая строилась в глубине страны на случай прорыва уже к дальним территориям. Это крутой фильм, который показывали на ОТР. То есть это хороший, качественный телевизионный продукт, сделанный вот по всем канонам. Это вкусно, это красиво, это, главное, интересно. И будет две такие более экспериментаторские работы. Это одна из Белоруссии, что безумно приятно. Там есть проект «75 слов о победе». И кульминацию этого проекта – большой фильм «Улица героев». Мы как раз сможем показать в рамках фестиваля. Там очень много улиц, названных им героев Великой Отечественной. Их истории, рассказанные в том числе их потомками, собраны и музеи будут, и документы. В общем, все так переплетено. Очень много судеб, очень много событий. Такой очень колоритный фильм интересный. И еще одна история, которая называется «Свет». И как-то не парадоксально, это имя. Да, это история одного человека, который прошел сквозь войну, был, как называется, сын полка. Вот. Тоже крайне эмоциональная работа. Вот. Я этот показ точно буду реветь, потому что. Это не оставляет равнодушными абсолютно. Вот. Потом у нас будет непочтой такой социальный блок, как раз-таки для любителей острых тем, интересных, раскрытых. И завершим мы православным показом. Будет творческая встреча с Диной. Это тоже автор, который прислал много работ. Рязанский наш автор. Она работает на радио «Логос». И завершим уже такой тоже духовным настроением. Самым последним у нас будет фильм-концерт. Понимаю, что загадывать наперед пока безумно сложно. Но есть ли вариант, что если фестиваль автора-зритель понравится зрителям и авторам, что он станет каким-нибудь регулярным? Или пока об этом вообще рано говорить? Ну вот мы собрали 120 финалистов у нас. Мы показать можем только 44 работы. Конкуренция дикая. Я просто вот, когда формировала показы, знаете, так скрипят кошки на душе. Потому что это хочется показать. И это, и это, и это. Пришлось выстраивать какую-то единую концепцию фестиваля и подгонять работы под концепцию. Вот. Надеюсь, что мы сможем сделать какое-то эхо фестиваля. В частности, вот к 9 мая. Потому что очень сильная работа, очень интересная. Хочется их показывать. И дальше, может быть, куда-то пройтись по школам. Может быть, съездить куда-то в районы. Но если зайдет, если понравится, ну что я очень надеюсь, что, конечно, мы будем рады продолжить. Пока, конечно, об этом говорить рано. Потому что невероятное количество сил и энергии для этого нужно. Команда очень маленькая. Но если к нам еще кто-то присоединится, мы будем очень рады. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. Ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова